Добрый день, уважаемые белорусы! С вами советник юстиции Олег Толерчик. Преступный режим Лукашенко, нутром учуяв, что военные дела у его кремлевского хозяина идут, мягко говоря, не очень, вновь пытается заигрывать с Западом. Мол, давайте перевернем страницу, ведь мы не такие уж и плохие, мы не виноваты. Но иметь дело с бесноватым диктатором, угнетающим свой народ, это одно. А иметь дело с международным террористом и соучастником военных преступлений, это совершенно другое. Поэтому перевернуть страницу на этот раз не получится. Впрочем, и о преступлениях против белорусского народа также никто забывать не собирается. Рано или поздно за все придется ответить по всей строгости закона. Именно поэтому Байпол продолжает срывать маски способников кровавого режима. В одном из наших расследований, опубликованном еще 15 декабря прошлого года, мы рассказывали о деятельности самого секретного подразделения, так называемого Министерства внутренних дел узурпатора, Департамента оперативно-развитной деятельности, на чьих серверах размещалась убежавшая киберпартизанам информация о прослушке сотрудников ведомства, а также других прислужников диктаторского режима. В этом расследовании мы приоткрыли двери в сокровенные тайны данной службы, а также прошлись по пикантным моментам послужного списка тогдашнего руководителя Дуорда, генерал-майора милиции Миронова Максима Александровича. Напомним, уникальность Максима Александровича заключалась в том, что он за кратчайший срок трудновообразимым образом смог засветиться и в органах прокуратуры, и государственной безопасности, и, наконец, внутренних дел, став самым молодым в истории МВД Беларуси генералом. И, конечно же, добиться этого головокружительного успеха в карьере Миронову помогли вовсе не его профессиональные качества и навыки, а, как и принято при диктатуре, исключительно так называемое кумовство, а точнее, дружба тестя Миронова с главным ценителем скульптуры царского городового в Минске Игорем Шуневичем. Вы спросите, почему мы опять о нем вспоминаем? Дело в том, что, как бы ни пыжилась диктатура по дискредитации деятельности демократических сил и байпола в частности, столь оглушительный провал самой секретной службы МВД не мог остаться незамеченным с ее стороны. Выждав паузу после всех публичных разоблачений, в конце марта текущего года залетного руководителя Дуорда генерал-майора Миронова тихой сапой понизили в должности, переведя на малозначимый и без преувеличения издевательский к его карьерному росту участок работы в департамент охраны. На место же Миронова режим поставил руководителя самого «дружественного» в кавычках нам подразделения МВД – ГУБОПИКа – полковника милиции Паршина Андрея Евгеньевича. Кстати, Андрей Евгеньевич, в этом кабинет свои от темной ауры почистили? Вдруг порча какая на вашу должность наложена? Вот и вас байпол вспоминает. Глядишь, пойдете следом за Мироновым по курсу русского военного корабля? И да, мы, в свою очередь, также выждали паузу после названных кадровых перестановок в МВД, дав, так сказать, время Андрею Евгеньевичу вникнуть в суть работы нового для него коллектива, навести в нем жесточайший порядок и отрапортовать так называемому министру Кубракову о принятых мерах по обеспечению режима секретности в деятельности подразделения. Прошло достаточно времени для того, чтобы полковник Паршин успел освоиться с новыми должностными обязанностями. И поэтому мы продолжаем нашу работу по демаскировке Дуорда, поскольку эта структура превратилась на сегодняшний день в один из главных карательных инструментов диктаторского режима, направленного на удушение белорусского народа. Внимание! Сегодняшний выпуск мы посвящаем расшифровке легендированных организаций, под прикрытием гражданских вывесок которых каратели из Дуорда ведут оперативную работу. Мы расскажем и покажем вам, что это за организации, где они находятся и как вы самостоятельно можете их вычислить при помощи сети интернет. Ну что, поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, что же такое легендированные организации и для чего они служат? Как мы уже сказали, главной целью их существования является создание вывески для прикрытия оперативной работы. Повторим, Дуорт – это так называемая служба разведки МВД, которая занимается слежкой, прослушкой, тайным проникновением в жилище, помещения, транспортные средства, скрытым изъятием интересующих предметов и биологических образцов, установкой технической аппаратуры, легализацией произведенных выплат вознаграждений агентам и другими подобными делами. Разумеется, что вся эта деятельность является негласной, то есть тайной, секретной. Именно поэтому, в отличие от других служб органов внутренних дел, вы не найдете в своем городе здание с официальной шильдой, информирующей о дислокации в нем того или иного территориального подразделения Дуорда. Информация о дислокации данных подразделений, а также о их сотрудниках, строго засекречена. Для их маскировки и используются легендированные организации гражданского профиля. Примечательно, что излюбленным направлением гражданской деятельности для оформления вывесок на свои подразделения Дуорт выбирает научно-исследовательскую либо проектную деятельность. Каратели, которым мозгов не хватает служить не диктатору, а белорусскому народу и руководствоваться неприступными приказами о законах, пытаются хотя бы на бумажке наградить себя высоким интеллектом. Ну что ж, наверняка тут есть над чем поработать специалистом в области психиатрии. Так вот, на сегодня практически все здания и помещения, занимаемые и используемые Дуорт для своей негласной работы, зарегистрированы на такое юридическое лицо, как государственное научно-исследовательское учреждение Белком Систем. Официально эта организация занимается якобы установкой и наладкой электровычислительных машин и другого оборудования для обработки информации. На деле же на площадках Белком Систем располагаются техническое оснащение и личный состав самой секретной службы МВД. Любопытно, что до своего ребрендинга в 2011-м Белком Систем именовался как проектно-производственное объединение особстройпроект. Именно под такой вывеской работал Дуорт на заре прихода к власти диктатора. Ну а теперь самое интересное. Ларчик с секретами милицейской разведки открывается элементарно. Если вы прямо сейчас, к примеру, напишите в поисковике своего браузера «Белком Систем» или «Особстройпроект Беларусь», то интернет представит вам полнейшую информацию о дислокации практически всех подразделений Дуорда по всей Беларуси. Причем, несмотря на периодическую смену указанной гражданской организацией вывески своих юридических адресов, все они, в том числе и адреса филиалов, по настоящее время являются актуальными местами дислокации Дуорда. Давайте обратимся к карте. К примеру, вот здание Дуорт, располагающееся по сегодняшнему юридическому адресу государственного научно-исследовательского учреждения Белком Систем, город Минск, улица Геологическая, 76. Здесь дислоцируется одно из подразделений наружного наблюдения. На территории организации вы можете увидеть служебный и личный транспорт режимных филеров. Именно они под видом обычных прохожих осуществляют наблюдения за объектами и участками местности. А вот принадлежащий Дуорт комплекс из трех зданий по столичной улице Володько 12, 14 и 16. И что тут нам подскажет Гугл? Все предсказуемое. Город Минск, улица Володько, 14. Это юридический адрес проектно-производственного объединения Особстройпроект. То есть с сегодняшнего Белком Систем до его переименования в 2011 году. Буквально несколько кликов по дислокациям указанной легендированной организации. И вот у нас еще один из бывших официальных адресов данного научно-исследовательского в кавычках учреждения. По которому оно имело регистрацию в период с 2003 по 2011 годы. Город Минск, улица Воронянского, 90. Хотя стоп. Ведь по улице Воронянского нет и никогда не было дома с номером 90. Спешим вас успокоить. Алгоритм поиска дислокаций работает отлично. В этом конкретном случае сбой объясняется пресловутым человеческим фактором. Регистратор Единого государственного регистра попросту некорректно ввел цифру 90, как номер дома по улице Воронянского, где располагается юридический адрес Белком Систем. Когда на самом деле 90 – это номер помещения в доме номер 58 по все той же столичной улице. Итак, смотрим на карту. Город Минск, улица Воронянского, дом 58, квартира 90. Вот это здание в пешей доступности от Дуордовского комплекса по улице Володько. Одноэтажный универсалм соседей, в подвале которого под странным порядковым номером 90 располагается, цитируем, помещение, специализированное для органов государственного управления, обороны, государственной безопасности, внутренних дел. А на человеческом языке – попросту тир, в котором сотрудники Дуорда оттачивают свои навыки стрелковой подготовки. Еще раз отметим, что Белком Систем особстрой проект «Читай Дуорд» имеет большое количество филиалов по всей территории Республики Беларусь. Забиваем в Google поисковик, к примеру, особстрой проект «Барановичи» и с легкостью обнаруживаем адрес Дуорда в этом прекрасном городе на Брещене – улица Федько, 18, да еще и с настоящими номерами телефонов формальных начальника и диспетчера. Принцип понятен, идем дальше. Следующей легендированной организацией, под гражданской вывеской которой прячутся территориальные подразделения Дуорда, является государственно-проектное учреждение «Грозолит». Данное юридическое лицо образовано 22 января 2008 года и зарегистрировано по адресу город Минск, улица Маяковского, дом 97. Наверняка многим минчанам этот адрес покажется подозрительно знакомым. Да-да, вы не ошиблись, учредителем названного «проектного» в кавычках учреждения является никто иной, как Главное управление командующего внутренними войсками МВД Республики Беларусь. То есть нынешняя вотчина одного из особо опасных преступников диктаторского режима, небезызвестного бывшего губоповца, а сегодня заместителя так называемого министра внутренних дел и по совместительству командующего внутренними войсками Карпенкова Николая Николаевича. Вот как выглядит на карте головной офис этой очередной гражданской вывески Дуорда. Расположен он прямо на территории войсковой части 54-48. Видимо, уж очень важные, так сказать, «проекты» чертят данное проектное учреждение, коли его спрятали от сторонних глаз аж в самой цитадели командования внутренних войск диктатора. На особую важность проектной работы этого государственного учреждения указывает и тот факт, что в отличие от Белкомсистем особстрой проекта информация о ГПУ «Грозолит» на просторах интернета практически отсутствует. Найти сходу сведения получится, пожалуй, лишь о месте дислокации одного из подразделений в Гомеле, улица Борисенко, 12А, зашифрованном под вывеской «Диспетчерская ГПУ «Грозолит». Тут мы и вынуждены поблагодарить за сотрудничество новоиспеченного начальника Дуорда, полковника Паршина. Андрей Евгеньевич, Байпол помнит о вас? Надеемся, и ваше начальство также о вас не забудет. Именно благодаря вам сегодня мы располагаем информацией обо всех адресах когда-то самой секретной службы МВД. Вот они на экране. Стоит отметить, что в распоряжении Байпол появились сведения и о личных данных всех сотрудников Дуорда. Еще раз выражаем благодарность полковнику Паршину. К примеру, номинальным руководителем ГПУ «Грозолит» значится некий Медведев Геннадий Петрович, родившийся якобы 23 мая 1974 года во Владивостоке и зарегистрированный в общежитии номер один столичной обувной фабрики «Луч» по улице Кульман, 27 в Минске. Вот его фотография. Однако точно такое же лицо мы можем обнаружить и в паспорте гражданина Республики Беларусь на имя Николаева Геннадия Александровича. Но родившегося уже якобы 3 июля 1973 года в Севастополе и зарегистрированного в общежитии, принадлежащем производственному республиканскому унитарному предприятию «Геосервис» по адресу город Минск, Матусевича, 40. Как говорится, найдите 10 отличий. Так кто же на самом деле из них реален, спросите вы? Медведев или Николаев? Николаев или все-таки Медведев? Кто кем прикрывается? Не тот и не этот. Знакомьтесь, на самом деле под этими масками скрывается уроженец города Минска с 17.04.1974 года рождения полковник милиции Курагин Геннадий Александрович. Помимо формального руководства конторой прикрытия ГПУ «Грозолит», этот же сотрудник значится руководителем и самой старейшей из легендированных организаций Дуорда НИУ «Белкум Систем», а также ППО «АСОП Стройпроекта». И как вы уже догадались, тут Курагин руководит опять же по документу прикрытия. Паспорт у гражданина Республики Беларусь на имя Кудасова Геннадия Александровича, родившегося якобы 17 апреля 1975 года в Москве и по укоренившейся практике проживающего в общежитии. Интернате номер 5 научно-производственного предприятия «Интеграл». Следует отметить, что по указанной схеме в Беларуси расселяются все зашифрованные по документам прикрытия сотрудники органов внутренних дел и государственной безопасности, а также агенты названных спецслужб. И в настоящее время Байполу известны их имена. Полковнику Паршину опять же благодарность за сотрудничество, а руководству Паршина большой и пламенный привет. Но в истории Дуорт, как самой секретной некогда службе МВД, Байпол на этом ставит жирную точку. И да, напомним, что если строго следовать всем инструкциям ведения оперативно-розыскной деятельности, расшифровка любого объекта Дуорда должна обязательно влечь за собой его передислокацию и повторное засекренчивание под новой легендой. А это очень и очень дорогостоящие мероприятия, зачастую ценой более миллиона долларов США. Очевидно, что у диктаторов в настоящее время подобных свободных средств нет. И поэтому все расшифрованные нами объекты останутся по прежним местам своей дислокации. А значит, они и впредь будут известны всем заинтересованным гражданам нашей страны. И не только нашей. Ну а в таких условиях неожиданной публичности творить тайком свои черные делишки против белорусского народа будет куда сложнее. Впрочем, точку мы ставим лишь в истории секретности Дуорда. А вот новоиспеченному начальнику данного подразделения карателей, полковнику Паршину, спешим сообщить, что сегодняшний наш выпуск – это далеко не все, что мы знаем и хотим рассказать о возглавляемой им структуре. Как говорится, ждите продолжения, товарищ полковник. Белорусы. Государственная власть в нашей стране захвачена и удерживается неконституционным и одновременно преступным путем. В отношении граждан Беларуси действующим диктаторским режимом массово совершаются преступления, убийства, причинение телесных повреждений различной степени тяжести, фальсификация доказательств, вынесение заведомо неправосудных приговоров в решении и иных судебных актов и многие другие. Государственный институт защиты жизни и обеспечения безопасности граждан с его силовыми и правоохранительными структурами сегодня фактически не функционирует. Полагаться на такое государство, противопоставившее себя судьбам своих граждан в условиях диктатуры, бесполезно. В этих условиях право и моральный долг каждого белоруса в рамках право обороняющегося взять на себя защиту не только собственной жизни и здоровья, но и жизни и здоровья своих сограждан, а также защиту жилища, собственности, интересов общества и государства в целом. Присоединяйтесь к мобилизационному плану Перамога. И помните, каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на защиту от общественно опасного посягательства, то есть право на необходимую оборону. Это право вытекает из положений статьи 24 законной конституции нашей страны, а также прямо закреплено в статье 34 Уголовного кодекса. Поэтому, действуя на законных основаниях, мы можем направить эту самозащиту, в том числе против преступных нарушений конституционного строя и прав человека в Беларуси, на физическое противодействие таким нарушениям, а также на изменение персонального и организационного оформления публичной власти в Беларуси. С Перамогой мы станем свободными. Живее Беларусь! Продолжение следует...